Третий четвертьфинал плей-офф чемпионата мира по StarCraft 2 2019 года стартует прямо сейчас. Добро пожаловать! Мы по-прежнему в прямом эфире. Для вас комментирует Alex007. Мы находимся вместе с любителями StarCraft в Киеве, в киберспортивной арене CyberRing. И я желаю приятного просмотра и тем, кто находится здесь, в Киеве, и тем, кто смотрит нас онлайн в прямом эфире на Твиче. И тем, кто будет потом смотреть это в записи, я уверен, что эти игры будут сверхинтересными, сверхкрутыми. И мы получим массу удовольствия. У нас сегодня настоящий марафон, целая ночь StarCraft. И эта ночь только начинается. Мы посмотрели два четвертьфинала. На всякий случай, не буду спойлерить результаты для тех, кто, может быть, смотрит не по порядку. Но очень советую вам первые два четвертьфинала обязательно посмотреть. Потому что игры были действительно достойные плей-офф чемпионата мира. Может быть, первый матч был очень крутым по уровню игры. Второй, скорее, не по уровню игры. Потому что наши аналитики справедливо заметили, там было много разных ошибок. Там было много разных недоработок. Но, по крайней мере, по интриге. Это был классный поединок. А сейчас третий четвертьфинал, который, я надеюсь, объединит и крутость по интриге, и крутость по уровню игры. Второй классик против Роуга. Корейская дуэль Протаса и Зерга. В нижней части сетки мы на карте Thunderbird. Именно здесь проходит первый сет. Мы видим, что классик решил открыться фейковым зафотониванием. Но Роуг не поверил, что классик будет фотонить на Thunderbird. Мне кажется, кстати, что это такой дебют уже с намеком. Классик вот прям точно. Хотите прогноз? Вот точно хотя бы в одном из сетов классик попробует зафотонить. Я в этом прям практически уверен. Мне кажется, что в этой ситуации на Thunderbird классик просто так примирился, посмотрел, как действует соперник. Сделал для себя определенные выводы. И дальше уже будет думать, каким образом ему реализовать вот такую пассивную реакцию Роуга на попытку зафотонивания. У классика еще и здания интересно поставлены. Как вам такой Старгейт? Очень странное расположение Старгейта. Это вроде и не прокси, и не совсем дома, и как-то прям, не знаю, странно, просто странно. Но в таких местах, конечно, Старгейт не то что не ищут. В таких местах, в принципе, Зерк, наверное, и не должен париться, что Старгейт вообще ставится. Поэтому посмотрим, что это даст классику. Мне действительно кажется, что буквально с первого сета здесь классик начинает вести майндгеймс. Я помню, в какой восторг меня привел один из четвертьфиналов GSL в исполнении этого протаса, когда у классика была своя уникальная крутейшая заготовка на каждый сет. Классик в этом плане большой молодец. Он умеет планировать матчи. Вот трэп, на мой взгляд, не умеет. Он может откатать одно и то же там на целый матч, на все пять сетов. У него будет там один-два билда, которые он будет катать. Классик умеет вести эти майндгеймс, умеет правильно выбирать стратегии, правильно выбирать билдордеры на каждый сет. И я очень многого жду именно от этого поединка. Вот я очень сильно сомневаюсь, что Классик победит в полуфинале кого бы то ни было, там у него Дарк или Мару. Но я очень сильно верю в классика в этом четвертьфинале. Я впервые не согласен с букмекерами, которые фаворитами четвертьфиналов считают четырех зергов Сэрала в первом. Ну а далее, понятно, по списку Рейнер, Роуг и Дарк. Дарк, Мару, на мой взгляд, это вообще чистый 50 на 50. А здесь я правда считаю фаворитом именно Классика. Просто за счет того, как Классик умеет планировать матчи. Если у него все будет хорошо с исполнением, если он нигде не будет проваливаться в плане микроконтроля, я думаю, тактически этот парень будет очень хорош. Посмотрим, впрочем, какие дальше будут у него билды. Тут наконец-то Роуг долетел до этого Старгейтана. Видите, к тому времени, как он долетел. Оракулы уже успели ворваться. Забрать трех дронов, конечно, не предел мечтаний, но тоже хлеб. Тоже неплохой старт. И далее у Классика третий Нексус. Robot X Twilight. Хорошо все по пробкам. Классик продолжает их активно строить. И, очевидно, дальше будет игра в макро. Трехбазовая. Мне кажется, вообще для Роуга такой старт не идеальный. У Классика и Адепта тут остались, в случае чего они еще вернутся. Оракулы по-прежнему в воздухе. По рабочему Роуга особого преимущества нет. Он довольно поздний, кстати, доделся играет ему в Оверлордом. Не знаю, в чем его смысл. Оракулы снова врываются на третью базу. Минус пара дронов. Но очень важно, конечно, этих Оракулов сохранять. И вот тут-то Классик неаккуратно сыграл, начинается. Первое неудачное действие от Классика в этой игре. Почему эти Оракулы и так важны? Да потому что они позволяют дальше получать полный контроль над происходящим. За счет ревелэйшнов ты видишь, где находится войско соперника. За счет постоянных подлетов там со стазисными ловушками или с арасом минеральных линий ты заставляешь королеву находиться в определенных точках. Заставляешь соперника ставить споры на четвертой базе, например. Ну, в общем, много способов применить этих юнитов. Классик собирается сейчас делать навар темплеров, превратить их в Орхонов и немного похарасить. Но у Роуга, как мы видим, делаются Роучи, поэтому Роуг хорошо готов. Как красиво здесь сыграл Классик. Он сначала одного Орхона заказал, только потом второго. Прямо суицид кучи зерлингов. В Орхона удался. Классик хотел было вот таким образом прикрыть своего Орхона от собак, но Роуг красиво лингами забежал. И я думаю, этот суицид действительно был правильным решением. Ну и да, Инфестейшн Пит Нидус. Роуг на этом уже победил в группе и, очевидно, останавливаться не собирается. Именно поэтому я и рассчитываю на Классика, на его план на игру. Без плана будет тяжело. Но у Классика пока есть Зилоты с Орхонами. Это уже неплохое начало плана. Зилоты с Орхонами, которые очень смело врываются. Сейчас и новый Довар пошел. Нужен какой-то заказ, безусловно, в этой ситуации зергу. Прекрасно видит прото, что тут происходит. Прекрасно видит, что у соперника дальше план именно на Нидус. Призма! Да ладно! Да ладно! Призма так и уходит на красный ХП. Но это было очень близко. И там уже дальше заказываются именно Сором Хасты. И в этом, наверное, не будет особых сомнений. Нет, пока только роучи. Но пока много роучей. Заказал Роуг. Классик получил немного времени. У Классика полноценная трехбазовая экономика есть. И он начинает резко свитчиться в Блинг Сталкеров. Интересное решение. Но сейчас еще надо не получить червя себе на мейн. Да ладно! Классик не видит. Даже не догадывается, что ли, об этом черве. С другой стороны, непонятно, кто в этот Нидус сядет. Но зато понятно, что вот эти роучи, например, выгодят без особых проблем фаржу. И это означает, что Классик потеряет плюс два на атаку. Это, конечно, очень серьезная проблема для Протаса. Классик сейчас разберется с этим червем. Но какую-то инициативу Роуг уже перехватил. Новый червь прям под носом у Протаса. И здесь уже будут свармхосты. Нет еще пока Блинга не успевает доделаться Блинг у Протаса. Интересная стратегия. Да, я понял задумку. То есть ты на Зилу Архонах, получается, соперника давишь. Оттягиваешь момент, когда придут в атаку свармхосты. И потом встречаешь с кучей Блинг Сталкеров. Это интересно. Это действительно интересно. Это выглядит как забавная идея. Но пока по темпу впереди Роуг. По темпу впереди Зерк, который успел и здесь уже выпустить Логан. То есть следующий там червь у него брошен. Тем не менее, Классик бесподобно контролит. Просто идеально разбирается в ситуации. Вообще ничего не потерял. Ни одного юнита, ни одного минеральчика. Конкретно здесь у Классика все очень здорово. Единственное, что у него не здорово. У него большая проблема сейчас с запоздавшим грейдом до игла на атаку. Его будет сильно не хватать. В двух форжах усиленно бустятся апгрейды. Но в целом тут просто очень важно иметь преимущество по грейдам. Потому что у соперника бесплатные юниты. Они будут размениваться выгодно. И чтобы как-то исправить эту ситуацию, тебе желательно иметь как раз плюс по грейдам. Выпускаются Локусты. Там пытался спровоцировать буквально одним сталкером соперника на преждевременную детонацию этих Локусов. Классик. Один Архон высаживается прям в гущу событий. И пытался подобрать его дальше Классик Призмой. Но не разобрался в ситуации на сей раз так здорово, как в прошлый раз. И тут много потерь. Классика. Хорошо сработала стазисная ловушка. И тут удастся забрать часть Роучи Реваджера. Наверное, без серьезных потерь. Но там не могут имморталы пройти. Посмотрите, имморталы застряли. Стазис сработал. На самом-то деле не так уж и сильно в плюс протасу. Потому что имморталы не приняли участие в сражении. Тут еще червы Нидуса на мейне. Да, по темпу сильно впереди Роугу. Он спамит, спамит, спамит этих червей безостановочной. Просто физически не успевает Классик везде отбиваться. Здесь надо ладить хотя бы двух иммов по ситуации. Пытается спасти всех трех. Классик. Локусты поймали таки третьего иммортала. Классик его не спасает. Но это ГГ. Здесь ничего не может придумать протас. Да, заполонили черви. Заполонили. План хороший у Классика. Но не удалось ему остановить соперника после первых же червей. Вот правда, мне кажется, даже первый червь на мейне очень сильно повлиял на расклады в этой игре. Если бы вот буквально не первая группка Роучи и не потерянная в этот же момент Форжа, были бы совсем другие перспективы у Классика. А так Роуг продолжает катать один и тот же билд. С варм хостов с нидусами в макро и укатывает Классика в первом сете на Thunderbird. Ну что ж, Роуг твоя взяла на первой карте, но посмотрим, что будет на карте, которую выберет уже сам протас. Протас ожидаемо выбирает карту Акрополиса. И именно здесь состоится второй сет этого противостояния. Чемпион мира 2017 года Джинэр Грин Минкс Роугли Бьян Рьял взял первый сет своей стратегии. С варм хостов, излюбленных его еще со времен где-то 2015 года. Его соперник Протас Классик. Корейский чемпион Intel Extreme Masters, чемпион SSL, чемпион GSL. Но в том, что касается чемпионатов мира, то лучший результат Классика это выход в финал Intel Extreme Masters World Championship 2018 года, где, знаете, кому он проиграл? Роугу 0-4. Вот так. У Классика есть опыт неудачных игр с Роугом, но опять-таки, в чем отличие от турнира, который проходит в формате от групповой стадии до финала за один уикенд и чемпионата мира. Здесь целая неделя была у Классика для того, чтобы к Роугу подготовиться. Целая неделя. И видно, что он понимал, какой билд будет играть Роугу. Мне очень понравилась задумка, мне очень понравился билд. На самом деле, я считаю, что Классик там чуть-чуть бы по-другому сыграл. Не отдал бы, например, Архона одного и стартовых нанес бы вначале больше урона. Потом не пропустил бы червь на мейн, был бы у него там пилон где-то на краешке мейна. Было бы уже хорошо. В общем, вот такие мелочи бы доработал и намного лучше все пошло бы. Вы понимаете? Вот Свермхосты это такой юнит, который очень быстро может превратить полученное зергом преимущество в снежный ком. Который валится вниз совершенно невероятной скоростью. И просто ужесточенно собирает по дороге осколки со всех протасовских баз. Мгновенно превращая игру, в которой у зерга было преимущество, в игру победную. Но стоит вот буквально первые пару минут протасу продержаться и расклады будут совсем другими. Поэтому я так много говорю о билдах, о задумках, о стратегиях. Я считаю, что Классик должен держаться именно за их счет. Именно за счет каких-то вот креативных заготовок, которые будут заставлять Роуга менять свой план. И, возможно, в какие-то моменты отказываться от оптимальных таймингов. Что, собственно, и приведет протаса к стабильной ситуации, к уверенной обороне и переходу в затяжное макро. Которого, я думаю, что кто-кто, Классик, бояться не должен. В отличие от того же Трэпа, который явно не намерен был играть жесткий лейтгейм. Но давайте не будем продолжать спойлерить как-то. И давайте лучше смотреть, что будет в этой игре. Роуг открывается грейдом на мувлингом без мува овером. Классик убедился, что нет на мэйне у соперника лейера. Это его полностью устраивает на данном этапе. А вот и еще один билдордер, еще одна задумка. Что же здесь? Прокси пилон. Прокси гейт для довар по адептов. Здесь все намного веселее. Прокси твайлайт. Для заказа, вероятно, грейда на скорость атаки этим самым адептам. Задумка, очевидно, заключается в том, что Роуг делает грейд на скорость оверлордом. И он сейчас пролетит по мэйну классика и не увидит ничего. И, наверное, будет предполагать, что классик идет в быструю третью. Мне кажется, тут именно такая логика. Как раз доделывается грейд на мувовером. И сейчас пойдет разведочка от Роуга. И Роуг увидит пустой мэйн. Но там роботикс, правда, будет поставлен, по идее. Если не в прокси он будет. Потому что классик, насколько я помню, этот билд играл даже с роботиксом в прокси. Он может поставить робот дома только для того, чтобы сопернику... Второй Старгейд! Какой же он гений! Какой же он гений! Он просто показывает сопернику второй Старгейд! Классик лучший! Классик просто! Просто гений! Как он сейчас играет? Никодзима гений! Классик гений! Два Старгейта! Прилетает оверлорд! И что видит? Мас фениксы! Спорчики надо ставить! Королеву надо строить! Ой-ой-ой, и дронов, дронов обязательно... Разведал лингом Роуг! Да ладно! Спалил весь план, спалил всю задумку! Что за жесть! Как он это сделал? Почему он это сделал? Одна собачка! Одна собачка спалила план! Ну классик же, правда, гениальный билд придумал! Роуг вообще не готов! Он дронов с третьей уводит, он глухую стенку ставит! Он понимает, что он никак не отбивает третью сейчас! Ну как же Роуг одним лингом спалил! Как эти парни играют! Вот это Старкрафт! Вот это плей-офф чемпионата мира! Совершенно гениальный билд от Классика! Но Роуг буквально одним зергингом спалил все эти прокси! Уже начинает подготовку к отбитию от Олына! Да, мы знаем этот билд Классика! Он его уже играл, он его исполнял уже на одном из GSL! Но это будет минус третья хата для Роуга! В этом довольно мало сомнений! Ох, вот так! Классик заходит на мейн, стазисная ловушка! Роучи так просто не зайдут! Стриггерилась ловушка буквально на пару тараканов! Адепты заходят в минеральную линию! Забирают четырех рабов и уходят обратно на третью! Сюда линги бегут! А зачем? А зачем линги дерутся? Они же минус здесь подерутся! С брудлингами вместе хочет повоевать здесь Роуг! Ну не знаю, по-моему, плохое решение! Нет смысла телепортироваться еще раз! Это прекрасно понимают все! Классик еще гейты добавляет! Может, третий Нексус? Нет? Как насчет трех баз Протаса против двух баз Зерга? И удачи дальше Роугу в макро играть с фармхастами или чем угодно! Телепортируются эти адепты назад к Морталам! Варпаются здесь куча сентрей! Уф! Ну, конечно, с еще тремя гейтами Классик будет иметь какой-то дикий доварп, но ему еще призму надо успеть получить! То есть у Роуга много времени! С другой стороны, Роуг на двух базах! Роуга сейчас будет довольно слабый лимит, как ни крути! Он это понимает, он просто выходит вперед, ставит тут плетки всякие! Королев, в принципе, много для того, чтобы эти плетки хилить! Сложная ситуация, очень неоднозначная! Я бы на месте Классика, наверное, 300 раз подумал, прежде чем сюда лезть! Надо заставить Роуга хоть во что-то инвестировать! Пусть он хоть третью хату поставит, в конце концов! Сюда просто яб сервер, еще, наверное, нужен! Нет, ничего не нужно! Классик прям вперед идет сразу! Идет вперед сразу! Здесь он форсфилдами отсекает реведжеров! Прекрасно сыграно! Как же Классик исполняет! Вот! Смотри, трэп, дружище! Вот что такое подготовка к зергу в БВ-5! Вот так это примерно выглядит! Когда у тебя просто билд на билде сидит и билдом погоняет! Тут, конечно, пытается что-то придумать зерк, и очень важно призму, кстати, не отдать! Классик! Классик! Ну, перехвалил я вас здесь немного, но с другой стороны, королевы-то все дружно лупили в призму! А если все королевы будут лупить в призму, то они не будут лупить по... Сентрям, по имморталам и по адептам! Но призмы нет, и нечем сэвить имморталов! Ай-яй-яй! Классик! Не уверен, что это идеальное исполнение, но... Несмотря на отсутствие варп-призмы, все равно Классик здесь разбирает! Даже без дополнительного контроля, даже без доварпа на поле боя слишком силен был этот билд! Но Классику, конечно, призмы все-таки впредь лучше не отдавать! Очень глупая история была! Серьезно, если бы эту игру Классик в итоге проиграл просто на полетевшей на муве вперед призме... Ну... Ладно... Это было бы очень плохо! Лимита больше у Классика сейчас! Призмы он сейчас пытается еще чуть-чуть поконтролить! Роу, конечно, красиво на стат обороне здесь продержался, но... Я не знаю, у Роуга там вообще есть королевы для инъекций или нет? У Классика, смотрите, у него даже обсервера нет! Для того, чтобы хоть как-то зачистить весь этот крип! Две базы в две продолжается игра! Лимита больше у Протаса, но призма реально нужна для какого-то адекватного контроля! Полетели вперед адепты! Можно отменить всех, кроме парочки, чтобы в минеральной линии оказаться... Да, умница Классик! Именно так, именно двумя адептами! Успеть еще немного повоевать! Мне кажется, все-таки стоило бы сделать апса и забрать весь этот крип! Я, конечно, не настаиваю, но, по-моему, сражение на крипе это плохая история для Протаса! Ну да ладно! Пошли Коррозив Байл и пытается как-то Роуг в этом сражении разрулить неприятную для себя ситуацию! Мне, кстати, кажется, что было бы здорово, кроме адептов, да варпать еще и немного сталкеров Классику! Но, очевидно, этот парень лучше меня понимает, что делает! Еще очевидно, что он только что не спас Иммортала в призму, хотя, по идее, мог бы! И споры ему в этом не мешали! Но также очевидно, что, опять же, слишком хороша его стратегия! И даже при ошибках в микроконтроле Классик этот сет забирает! GG 1-1! Божественный билд! В летописи его заносите! В список лучших из лучших! Классик просто продумал все! Да, он не исполнил! Да, да! Он отдал одну призму, он не спас Иммортала, там еще какие-то были ошибки! Плевать! Когда ты настолько передумал соперника! Когда ты настолько его прочитал! И когда ты настолько его переиграл тактически! Легкие микро ошибки не будут играть такой роли! Шикарная игра от Классика! 1-1 становится счет! И Роугу, ой, как есть над чем подумать! Мы продолжаем третья карта Диско Бладбас! Во левом верхнем углу чемпион мира 2017 года! Представитель команды Джин Эйр Грин Уэйнгс! Ему 25! Его зовут Ли Бьянг Риал! И это Роуг! Его соперник 27-летний протос команды Мэйкерс! Это последний представитель расы протосов на Близконе! Поэтому давайте немного поболеем за этого парня! Его зовут Ким Дову! Это Классик! Определенно предстоит Классику проделать очень серьезный путь для того, чтобы одержать победу в этом матче! Но он уже показал, что у него все для этого есть! И уровень исполнения в принципе неплохой! Да, не идеальный, но неплохой! И самое главное, билды и задумки! Это у него на первом месте! Вот, смотрите, в чем была проблема протосов, которые играли против Роуга в групповой стадии! Они делали одно и то же, Роуг делал одно и то же, Роуг раз за разом побеждал! Что нужно сделать Классику? Ему нужно быть непредсказуемым для своего соперника! Это безумно важно! И уж кто-кто, а Классик на такие вещи определенно способен! Поэтому, опять же, и ждали мы этого матча с нетерпением! И сейчас, когда за Классика хочется поболеть просто ради того, чтобы у нас оставались игроки всех раз на турнире, видно, что этот парень может! И он очень хочет! И это подкупает! Я напомню, что для Классика это последний турнир в карьере! Он, по-моему, уже года полтора, если не два, травит одну и ту же историю о том, что, ой, ребята, я сейчас сыграю последний турнир, и уже завтра меня забирают военкомы! И на этом он, по-моему, неплохой себе болельщицкий капитал на каком-то этапе сумел сколотить! Вот, но похоже, что наконец-то это правда, потому что до поры до времени даже, ну, под большим вопросом было участие Классика на чемпионате мира 2019 года на полном серьезе речь шла о том, что эти самые корейские военкомы не позволят Классику покинуть территорию Южной Кореи! То есть он там уже все возможные отсрочки получил, и дальше боятся, что Классик условно останется где-то там, спрячется в Америке, и не будет отдавать родине свой долг! Там очень серьезные были приключения у Классика, и натурально до последнего момента этот вопрос решался просто за неделю, наверное, полторы до начала самого турнира. Классик получил там какие-то разрешения, специально ему сильно помогала КЕСПА, Корейская Киберспортивная Федерация в этом, ну или точнее Корейская Киберспортивная Ассоциация, Korean Esports Association она называется. Но все мы понимаем, в общем, что это аналог наших киберспортивных федераций, просто, ну, аналог действительно работающий. Хотя, кстати, тут далеко не в камень всех-всех-всех киберспортивных федераций огород. Корейцы, безусловно, впереди планеты всей, но и у нас в регионе есть федерации, которые занимаются, в принципе, хорошими делами. Те, кто активно следит за моей деятельностью, понимают о ком я. Но я уточнять не буду, а то все остальные федерации, получается, обидятся, правильно? Поэтому давайте просто смотреть, что на сей раз задумал Классик. Здесь два адепта, которые просто стояли и пинали ничего. Их решили попинать Зерганги, адептам сразу поплохело. Странно сыграл в этом эпизоде Протас. Отдал он в итоге этих адептов, ну и Оракулам тоже, я так понимаю, ничего не добился. Неудачно сыграл Классик. Ой-ой-ой, начинается опять история а-ля Трэп, по-моему. Но вроде бы именно этот Оракул пока будет жить. Кстати, а что это у Классика здесь глухая стенка внезапно нарисовалась? Как-то, по-моему, сейчас поплыл Классик на ровном месте. И двух адептов отдал, которые, кстати, были бы чертовски полезны, с учетом того, что они могли бы присоединиться вот к следующей группке в плане Хараса. Но я не совсем понимаю, это глухая стенка, это действительно, это задумка, это план, так и должно быть. То есть это прям будет... Дальше атака улыновая с двух баз. Адепты пришли, у них пока еще нет никакого грейда на скорость атаки, но у соперника это тоже не особо что-то есть, поэтому можно повоевать. Пока тут только зерлинги в небольших количествах. Хорошо работают адепты, заказываются новые собаки, экономит Роуг, уже заказывает дальше дронов, и как бы он тут на этом не отлетел, потому что адепты-то по-прежнему нормально воюют. Четыре адепта осталось, дронов сейчас будет Роуг терять. Сейчас странная ситуация для Зерга, в которой ты вроде как и отбился, но и можно было бы это сделать, наверное, с меньшими потерями. И только сейчас доделывается грейд на скорость атаки адептам у классика. Новая группка адептов подходит. Интересно. Это заказывается и Морталы, то есть это получается билд аналог того, что было в прошлом сете, но на сей раз без прокси. Много адептов на карте, реально много, то есть пока Роучи только заказываются, эти адепты могут расшатать. Роучи пока не слишком много для того, чтобы прям в двух местах воевать с этими адептами. Ты в этой ситуации можешь оказаться в положении, когда нужно воевать с адептами на одной базе, и они уже телепортируются на другую. И красиво имитирует классик телепорт, он даже заставил Роуга сорвать дронов. Видели? Дроны были сорваны с натурала из-за этого, но у Роуга пока дела явно лучше, чем шли на Акрополисе. Идут сейчас. Потому что он третью хату не отдает. Здесь нет этого прокси, здесь нет этого эффекта неожиданности, который был там на Акрополисе, и Роуг даже не стесняется привезти сюда какое-то количество дронов. Смотрите, какая жесть. Передроп пошел. То есть дальше будет продолжение банкета. Роуг как раз заказал только что смело четырех дронов. И, кстати, смотрите, как красиво классик играет. Он ставит роботик с бэй. То есть он намекает сопернику, что сейчас пойдет переход в макро. И он даже призму с этими войсками увел в какую-то непонятную сторону, чтобы Роуг их не видел. Короче, снова все очень красиво разыграно классиком. И роботик с бэй в качестве потенциального плана бэй он сопернику нарисовал. Ну, конечно, это была обманка. Робо-бэй отменен. Никакого Робо-бэя не будет. Здесь снова улын, но всего с одним имморталом, кстати. Ну, мне кажется, это очень плохо. Стоп, 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 стоп. А неужели он попробует сейчас с призмой, призмой перевести с центрей на мейн, бросить форсфилд на рампу? Ну, там куча реведжеров, по идее. Не-не-не-не. Вот такие форсфилды он бросил, но минус призма, классик. Форсфилды, конечно, прекрасные. Он там заставил группу юнитов соперника отступить. И позиционно классик победил. Потому что соперник сейчас на узких рампах, но призма была потеряна. Как же это обидно. Особо некуда делать до варп сейчас протасу. И без до варпа с центрей здесь будет тяжело. Лимиты равны и классик, конечно, прекрасно разыграл эту партию именно с позиционной точки зрения. Но за отсутствие до варпа на поле боя он не может продолжить. Как же обидно сейчас классику. Как обидно. Он опять такую гроссмейстерскую комбинацию провернул с такими шикарными форсфилдами. Но призму было отдано. Это, конечно, беда. И робо-б реально пригодится, походу. Для дизрапторов-то. Да, но у Роуга 57 дронов. Я думаю, что Роуга себя очень хорошо будет чувствовать сейчас. С другой стороны, прям второе робо. И масс дизы. Это не так уж и плохо. Если сейчас поставить третий Нексус. Если сейчас перейти в масс дизрапторов. Роуга вряд ли будет в шпиле идти. Ну, без шуток. Роу, кстати, заметили, что сделал? Он трех реваджеров только что выделил в отдельную группу, чтобы призму забирать. Рейноровские три реваджера, по-моему. Хотя я не помню, кто первый это делал. Но, по-моему, это делал Рейнор первый. Не знаю, может, я не прав. Снова пошли разводы с адептами. Королевы, видимо, ждали призму. На мэне, да, тут целых пять королев. И уже первый дизраптор заказан. Отступает классик. Надо выпиливать эту стенку. Делается грейт на скорость призме. Будет пытаться на масс дизах. Классик эту игру дальше тащить. Ну, посмотрим, посмотрим. Визы это хорошо против роучер-реваджеров. Пока там не будет большого количества, а я даже не знаю чего, муталисков. Дизрапторы будут очень хорошим юнитом. Особенно в таких количествах. Хорошо сыграл Роуг. Здесь он, безусловно, сделал выводы после предыдущей игры. И не стал вестись там на поставленные роботи-ксбэйна, еще какие-то штуки. И тут Роуг четко понимал, что может быть all-in. Ох, красиво здесь Роуг спасает королеву. Ну и дальше зерк перестраивается в четвертую базу. В принципе, все стандартно, все понятно. Классика пошел третий Нексус. При этом пробок он не достраивает. Он продолжает просто делать массовые доварпы. Дизрапторы что, не могут пройти? Серьезно? Господи. Что за стенка? Дизы пройти не могут. Не, надо было ставить роботи-ксбэй все-таки на мейне, ребят. По-моему, это... Тут пять дизов! Лол! Которые застряли на мейне. А, слушайте, сформхосты это хороший юнит против дизрапторов. В принципе. Да и вайперы хороший юнит. Но до вайперов явно не доживает Роуг. Да и на сформхостов не будет лимита. Драться придется как есть. И транспортные оверлорды. Вот какое решение принимает Роуг. На самом деле у Роуга сейчас большие проблемы. Потому что у Протаса будет больше боевого лимита. И у Протаса боевой лимит с дизрапторами. И Роуг, по-моему, принимает очень крутое и интересное решение с этими транспортными оверами. Дроп бейлингов на натурал. Дроп бейлингов сверху на сентрей. И давай повоюй, Протас. Сейчас очень красиво Роуг играет. Но тут же до варп сталкера от классика, который понимает, в чем слабость его войска. Очень интересно, ребят. Я не знаю, чем это все закончится. Дизраптор ох как попадает. Отменил кучу бейлингов сопернику классик. Пошел экшен. Покатились бейны со всех сторон. Нерешительно играет зерк. Пришлось отступить. Полетел транспортный овер. Еще непонятно, куда там все будет высаживаться. Здесь пошли форсвилды. Высаживаются бейлинги прямо на армию Протаса. Форсвилды закончились. Дизрапторы, по-моему, тоже кончаются. Ну или, по крайней мере, они сейчас никуда не стреляют. Здесь нормально. Так бейны повзрывали. Но дизы остались у Протаса. Да, тут еще бейны взрывают. Ай, в два чер, бедняга. Бейнов назад повел Роуг. Бедный-бедный зерк в два чер. Бейны из транспортного оверлорда взрывались вообще не туда, куда надо. Но с другой стороны 39 пробок. Вся надежда классика это дизрапторы. Вся надежда классика дизрапторы. Но их много. Линга и Призма со скоростью можно и нужно продолжать. О-хо-хо. Это прямо очень вкусно, ребят. Тут, конечно, надо много линга Бейна в Роугу. И надо пробовать это войско окружать как-то. Потому что классик, очевидно, будет продолжать. Роуг, мне кажется, должен группу лингов отправить в контратаку на третью базу соперника. Чтобы там вообще не было инкома. Потому что классик он весь здесь. Классик продолжает летать с Призмой и выпускать шарики. Какая игра! Да, вот это я понимаю, пошел у нас бомбический Старкрафт. Причем в буквальном смысле тут бомбочки дизрапторов постоянно разрываются. Налево и направо. Классик там какую-то одну пробку заказал. Тут опять дроп бейнингов подъехал. Но всего 4 пробки в минус. Это такое. Инком. Дичайший в пользу Роуга. Но боевые лимиты-то равны. 0-0 еще, кстати, грейда у классика. У зерга там плюс 2 на коготь делается. Расплетился, конечно, тут зерк нереально круто. Оп. Билды. Вроде принял хорошо соперника классик. Но подняться он не может. Эти камни в любой момент, очевидно, зерк пробьет. Зерк уже хайв делает. У классика вечный двухбазовый линд с дизами. Если зерк доживет до вайперов, то это, конечно, ГГ. Но надо еще дожить. И об сервера нет. Классик просто. Вторую игру подряд тупо без опса играет. Ему норм, полетел диз. Ой, какой диз. Сколько бэйнов было взорвано. Нет здесь транспортных коверов, но и филды закончились. И дизрапторы, по-моему, тоже закончились. Все взрывается бэйнами Роуга. ГГ-2-1. Роуг выдыхает. Не хватило форсфилдов в решающем сражении. Не хватило выстрелов от дизов. По-моему, классик немного проспал момент начала сражения. Потому что тупо не успел выпустить шарики дизрапторов. Сумасшедший просто взрыв. Взрыв Роуг потрясающе здесь напал с разных сторон. Поймал соперника вне позиции. Классик просто дико улынил с двух бас. Но, вы знаете, я считаю, что игру ему поломала потеря призмы. Той самой призмы с двумя центрями. Там уже надо было скорее суицидить центрей. Плевать на этих двух центрей. Там позиционка была выиграна классиком вчистую. Он бы точно доулынил соперника, если бы осталась призма. А так игра вышла в очень странное макро и в бесконечный лэм протаса, который закончился тем, что его просто взорвал квадриллион Бэйнов. 2-1 Роуг будет подавать на матч. Сет номер 4 играется на карте Тритон. И, по-моему, я вижу пилон на Мэйне, господа. А это значит фотонки. Классик на Тритоне будет фотонить. И это очень хорошая карта для зафотонивания. Дженей Роуг слева сверху. Классик в правом нижнем углу. Я говорил вам, что хотя бы в одном сете зафотонивание будет. И вот он, хотя бы один сет. Начинается прямо сейчас. Роуг ставит 16-ю хату, как и на любой другой карте. Классик по очень хитрой траектории отправляет пробку. По мега хитрой траектории. Чтобы точно никак не пересечься с Сверлордом. Неужели он будет начинать снизу? Слушайте, а он-то будет начинать с третьей базы, скорее всего, фотонить. Да, отсюда. Хо-хо. Веселая у нас игра. Намечается в четвертом сете. Конечно же, классик. Продемонстрирует нам всю мощь протасовского зафотонивания. Дома кибернетка сейчас пойдет сразу же очень быстро. И дальше пилон на мэйне, роба на мэйне. Вот такой план. Роуг, может быть, уже все понимает, но слишком поздно для того, чтобы как-то этому помешать. Очевидно, пилон встанет здесь. Оп, даже два. Для того, чтобы с пробкой точно все было в порядке. Хорош классик. Он прекрасно понимает, что в этой ситуации от жизни его пробки зависит судьба всей игры. И пробку отдавать нельзя ни в коем случае. Сильно сыграно. Меняется пилон. Опа, пошли плетки. Пошли плетки. И отвечает классик чем? Своими фотонками. Он видит эти плетки. Надо больше фотонок, естественно. Но они хорошо поставлены. Плеткой можно еще попробовать там прогрызть немного хп. Подъезжают сюда дроны. Они будут прогрызать хп у фотонок. И тут прям жесткое пробивание. Королевами и зергингами попробуют организовать роуг. Батарейки добавляет классик. Это интересная ставка от зерга Genergan Wings. Он съедает две фотонки. Но две уже доделались. И закрыты наглухо батарейки. И одна плетка сейчас на красных хп будет очень быстро. Набрасывается зерг. Хорошо, протас здесь играет. Прекрасно пробку спас. В самый угол загнал. Но не готовы пока батарейки еще. Не готовы батарейки. И у протаса должна хоть одна фотонка выжить. И батарейки достраиваются потихоньку. Фотонка, фотонка уничтожена была. Ой-ой-ой. И сейчас батарейки только друг друга могут хилить. Доделывается, правда, одна фотонка. Ее батарейки похилить точно смогут. Еще одна батарейка. Тут куча батарейок будет хилить. Одну единственную фотонную пушку пытается просто силой своего ДПС задавить эту фотонку. Зерг не удается. Пытается дальше линги размениваться на новые только строящиеся фотонные пушки. Тоже не получается. Плетка еще добавляет ДПС. Не хватает. Но еще одну фотонку удалось забрать. Эту фотонку продолжают хилить батарейки безостановочно. Она все еще живет. Новые фотонки доделываются. Их тут просто квадриллион. Классик, по-моему, сейчас зафотонил. И он будет ставить роботикс уже. Он должен уже ставить роботикс. Да, пошел роботикс, который будет прикрывать эти батарейки. Тут куча фотонок. Не удалось Роугу пробить эту фотонную стенку. Ой, вот это плохая. Это плохая фотонка. Отменяет ее. Классик. Ой, пробка даже под ударом была. Но пробку классик сохранил. Какой же это продуманный билд. Какое же это продуманное зафотонивание. Тут просто все было продумано от начала до конца. Есть только проблема с тем, что негде ставить новые здания элементарные. Пытается именно роботикс начинать атаковать зерк. Смотрите, все держится на одном пилоне. Но попробуй этот пилон зафокусе, да? Попробуй что-то ему противопоставить. Побежали линги в контратаку. Это фигня вопрос. Сталкер, конечно, встретит и разберет. Роботикс сейчас будет готов. И, соответственно, его уже можно будет хилить батарейками. Я думаю, что легко можно спасти роботикс. С учетом количества батареек, которые есть у Протаса. А вот здесь Протас как-то не додумал немного со своим сталкером. Но попробует увести его реколом. Классика, скорее всего, спасет. Да, это, конечно, неоправданная потеря ресурсов. Ресурсов именно энергетических. То есть бустов будет меньше в этой ситуации у Протаса. И по-прежнему все на одном пилоне. Это реально страшно. Потому что этот пилон могут реведжеры зафокусить. Сейчас появится Иммортал. И тут же будет больно всем на базе Зерга. В том числе этой плетки внизу. Да, которая там уже хорошую работу проделала. Но сейчас ей пора валить. Сейчас ей очень пора валить. И не успевает Роуга ее спасти. Нет, успел. Плетка пока поживет на красный ХП. Тут еще одна плетка на красный ХП. Тут вообще много всего на красный ХП. И плетка до свидания. Не будет уже от нее ДПС. А продолжает застраивать соперника классик. Полностью продуманная архитектура. Нашлось место даже еще одному пилону по итогу. У Роуга все это время 19 дронов. Он не строил новых рабочих. Ой! Продуманная архитектура, по-моему, дала маху. Иммортал куда вышел? Роллипоинт кривущий. Во дает классик. Во дает. Ну призма теперь нужна. Да, ничего не поделаешь. Это очень сильно мешает темпу продвижения классика вперед. Очень сильно мешает на самом деле. Да, у классика все еще все неплохо. Он все еще там ничего не теряет пока. Но Роуга уже запускает контратаку. В принципе появилась призма 2 иммортала. Роуга сразу ГГ пишет. Он даже не борется. Все, призма 2 имма. До свидания. Выходим из игры. Его дает. 2-2 становится счет. Психанул Роуга. Решил, что эту игру уже не вытащить. Классик зафатонил. 2-2. 2, господа. Классик в очередной раз продемонстрировал нам, что его билды могут выбить из игры любого зерга. Ох, я бы посмотрел, как на месте Роуга играл бы Сэрл. Это была очень тонкая партия. Здесь все решали буквально пиксели. Вот в моменте, когда сражались плетки королевой линги против первых фотонок и батареек. Но потом, конечно, Классик, закрепившись, уже вряд ли отдал бы партию. Там надежда была бы только на контратаку. И Роуга в эту контратаку не верил. 2-2, друзья. Пятый решающий сет не за горами. Счет 2-2. Протосы продолжают свою борьбу за выживание на Близконе. У них есть свой великолепный предводитель, который сражается с чемпионом мира 2017 года. Ли Бьянг Реал, он же Роуг из Джин Эр Грин Уиннгс в правом верхнем углу на World of Sleepers. Слева внизу синий Протос. Гордость Айура. Автор нескольких кодземиальных билдов. Он играет за Мейкерс. Его зовут Ким Дову. И его никнейм Классик. Что ж, пятый сет. На чьей стороне ваши симпатии? Кто, как вы думаете, победит? Очень многое, мне кажется, решается в этом матче. Очень многое. Если выиграет Классик, то, наверное, у многих любителей Старкрафта, у многих зрителей этого турнира, ну, как-то будет уже сразу легче на душе. Не будет этого бесконечного ЗВЗ Феста. Уже гарантированно будет хотя бы один Протос. А там и Мару, глядишь, не подкачает. И сейчас победит Классик, а потом, представьте, побеждает Мару. И у нас уже гарантированно не зеркальный финал намечается. И ПВТ-шечка интересная. Прям какими красками все это заиграет, а? Ну, а если победит Роуг, то продолжится доминирование зергов. И Мару будет просто последней миссией нашего мира. Если будет, конечно. Но в Мару у меня веры прям очень много. Как и в Классика. Я говорил вам, что здесь все эти прогнозы а-ля Роуг, очевидный фаворит, это прохладная история. Потому что Классик знает билды. Классик, может быть, не будет выигрывать там в каких-то стандартных играх, но он будет выигрывать в других играх. Он все это дело умеет. Поэтому те, кто в ответ на мои высказывания о Классике писали «Скриньте Роуг 3.0!» Надеюсь, вы заскринили! Видели, что у нас уже 2-2? И здесь тоже не все так просто. Жду еще каких-то крутых стратегий от Протаса. Твайлайт быстрый первым зданием. Вот такое решение от Классика. Будет ли это дроп Дарков? Или, может быть, мы увидим какой-то жесткий адептовый снова выход? Потому что адепты явно стали одним из главных юнитов Классика в этом матче. И принесли они, можно сказать, победу на Акрополисе. Были близки в какой-то момент на Диско Бладбас. Сейчас прям без опенинга в Старгейт сразу Твайлайт. Причем... Дарк Шрайн без Роботикса. Вау. Давненько мы вообще таких билдов-то не видели. Ну, хорошо. Хорошо. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Делает, сыграет на варп. Дарк Шрайн. А куда варпать-то? Нет же нигде Прокси Пилот. Или есть? Подождите, там что-то есть на миникарте. Вон, 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 вон. Вот это... Ладно, может нам уже показывали, а я отвлекся в это время. Короче говоря, там видно синяя точка на миникарте. Есть куда варпать? Ставится одна справая колония всего-навсего. Как же классик просто берет и ставит все на карту в пятом решающем сете. Вот так, с Прокси Пилоном. Не разведал Роугу. Он всю карту оббежал. Он всю карту оббежал, кроме этого Пилона, ребят. Ох. Какой же классик просто нереальный. Сколько у него сейчас будет дарков? Три, наверное, да? У него этот гейт не особо успевает. Как раз доделывается грейт на скорость с Эверлордом. Да-да-да, Роуг. Пришло время разведать. И он ставит еще одну спорку. Неужели он почувствовал, что что-то не так? Там где-то еще ставится справая колония. Очень интересно, где. Сейчас увидит Роуг Дарк Шрайн. Но где спор ставится? Это супер важно сейчас. На натурале ли? На третьей ли? Ой-ой-ой. На натурале только ставится справая колония. И сюда приходит Дарк. Окружает эту справую колонию всеми юнитами Роуг. Дарки просто начинают убивать дронов. Но вот Дарк подошел к справой колонии. Это проблема. Это большая проблема сейчас для Зерга. Потому что справая колония будет уничтожена или нет. Там трансфьюзы есть. Там есть трансфьюзы. Он спасет эту спору, да. Он сразу же бросает трансфьюзы в спору. Ну, и всего минус два дрона. Блин, к даркам делается что? О-о-о-о. Окей. 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 Так, внимание. Спокойствие. Спокойствие. Это просто апгрейд на Дарков. На блинк. Просто плей-офф чемпионата мира. Счет 2-2. Ничего особенного. Подумаешь, человеку захотелось сделать Дарков с блинком. Это нормально. Это абсолютно нормально. Он что, будет прыгать на спор? Он продолжает варпать Дарков, ребят. Он продолжает варпать Дарков. И он бустит грейд на блинк. И там пока не успевают аверсиры. Сейчас такое будет. Вы понимаете, да, что сейчас будет? Он может на мейн прыгнуть. У него обсервер есть. Он может прыгнуть на мейн и заснайпить лейер. Неужели он успеет? Да нет, там лейер сейчас будет готов. Там будет готов лейер. Он успеет. Он успеет с лейером. Ой-ой-ой. Пошел. 10 секунд до блинка Даркам. Лейер почти готов. Лейер готов. Сейчас должны пойти аверсиры сразу. Роуг, серьезно? Ты аверсиров не заказываешь? Нет, пошли, пошли аверсиры. Но он все равно может успеть. Он может успеть просто прыгнуть на все это, забрать и уйти реколом. Нет? Он ждет. Он ждет, пока откатится блин к Даркам. Ха-ха. Третий Нексус, говорит Классик. Да-да-да. Мне сейчас так важен третий Нексус. Ты прям не представляешь, дружище, как мне важен третий Нексус. Наверное, чуть-чуть меньше, чем тебе важен лейер. Не правда ли? Не правда ли? Не правда ли, Роуг? Фуф. Рекол, и все дарки уходят. Просто кандемиальнейший билд. Просто кандемиальнейший. Так, и что дальше? Третий Нексус или улынить будем? Какие планы вообще? Роуг-разведчик именно, ща все разведаю Какой же классик, вот просто... Муа! Лучший, просто лучший протос в мире Попробуйте по спорте с этим Третий Нексус пошел Ну а почему не поиграть, собственно, 3 базы в 2? Я согласен Ну или потом 3 базы в 3, тоже нормальный, в принципе, расклад Призма с Архонами летает, будет пытаться здесь харасить соперника классик Добиваться каких-то локальных результатов с Архонами Может быть, Крип забрать чуть-чуть по мелочи Самое главное, не отдавать ничего классику сейчас Потому что, в принципе, экономика у Роуга слабая, технологии он только восстанавливает И тут по-прежнему есть Дарк, который ждет своего часа Ну и классик, очевидно, будет собирать иммортала Зилла Архона Выйти в какой-то тайминг С учетом того, насколько все хорошо в экономическом плане сейчас для Зерга В смысле, для Протса Мне кажется, это правильный план на победу То есть просто сейчас сидеть, варпать, чуть-чуть бы достроить с пробок Самую малость буквально И можно будет дальше тащить на иммортала Зилла Архона Причем Архонов будет очень много Именно за счет того, что из Дарковых делает классики Смотрите, он добывает здесь богатый газ Он построил ровно 47 пробок 44 для полноценного двухбазового инкома И ровно 3, чтобы добывать богатый газ Вы понимаете, какие у него билды? Вы понимаете, как они просчитаны? Вообще просто посекундно Там каждая пробочка Там каждый минеральчик у него при деле Божественный билд от классика В очередной раз Роуг красиво контратакует Он явно выбьет сопернику эту очень важную добычу Или не выбьет? Тут варпается Дарк Через него уже не пройти лингом Но они немного погрызут пробок, да Часть добычи будет выбита определенно Но классик уже пошел в атаку 90 боевого лимита на 95 Есть еще плюс 1 на атаку у Протаса Красиво контратакует Роуг Уже с Аверсиром Но самое главное здесь Сколько же тут Архонов? Просто гигантское количество Архонов у Протаса Guardian Shield Еще есть на карте Это сильно помогает против такого количества Роучер-реведжеров Нужно бы еще здесь как-то подмигрить И до варпа, конечно, как-то делать Прилетает Аверсир, кстати Может, если его забрать, то и Дарков до варпа Не знаю Но большие проблемы у Роуга Защитой 3-й хат Он ее явно потеряет И Дронов пытается увезти Роуг Прямо под Архонами Ох, как тяжело это делать Минус 11 Дронов И продолжается наступление Классик пойдет до конца Классик понимает, что он может забрать эту игру прямо сейчас И продемонстрировать всему миру, как могут и как должны побеждать умные, креативные, по-настоящему интеллектуальные игроки в Старкрафт Вот оно Вот он, триумф тактики и стратегии в исполнении Классика Просто безумно классные игры Это лучший матч этого чемпионата мира Это невероятное исполнение И это потрясающе крутая победа Классика Наши овации, дружище Ты просто лучший Ты просто гений Классик одерживает победу С шедевральными билдордерами Которые войдут в историю 3-2 Классик сыграет в полуфинале И Классик продолжит нести знамя протосов На чемпионате мира 2019 года Низкий поклон Почет и уважение тебе, маэстро Субтитры сделал DimaTorzok